Чай один из самых любимых напитков в Дагестане. Кому-то он помогает уснуть, а кому-то наоборот проснулся. И, конечно, нет ничего лучше для утоления жажды в знойный день, чем чашка хорошего зеленого чая. В республике в каждом районе свои секреты приготовления этого ароматного напитка. Ими поделится Любава Маслова. В семье Раджабовых в чай обязательно добавляют травы, собранные в горах в теплое время года. Душица, мята, чабрец. И это лишь немногие из них. Наши дедушки и бабушки активно занимались сбором разных трав. По их мнению, они не только прекрасно утоляли жажду, но и помогали при различных заболеваниях. На сегодняшний день наиболее популярными травами, которыми пользуемся мы в приготовлении чая, являются душица, мята, гвоздика, чабрец. Прекрасно тонизирует шиповник. Чай с имбирем и с лимоном является прекрасной профилактикой при простудии и гриппе. Издревле чабрец считался особенным растением, способным справиться со многими недугами. Это не просто трава, а целый кладезь витаминов. Особое же место среди всех этих трав у меня занимает чабрец, так как с ним у меня связаны особые детские воспоминания. Я вспоминаю, как мама заваривала его нам в детстве и собирала нас всех за большим дружным столом, велись какие-то теплые беседы и так далее. Сегодня вот как раз таки мы с вами его и приготовим. Травяной чай важно правильно заварить. Вода должна быть около 90 градусов, чтобы листочки не сварились и не потеряли своих полезных свойств. Такой чай поможет при простуде, да и в целом повысит общий тонус организма. Мы добавляем три ложечки чабреца и заливаем кипятком. В каждом районе Дагестана свои секреты приготовления вкусного чая. Сагратли этому ароматному напитку летом посвящают целые фестивали. Здесь под открытым небом можно попробовать настоящий горный чай, собранный с местных склонов. Фестиваль настолько популярен, что принять участие в нем приезжают туристы со всех уголков мира. Чай занимает особое место в сердцах дербенцев. Они предпочитают напиток темного, насыщенного цвета и пьют его исключительно в армудах. Благодаря изогнутой форме напиток остывает не сразу. Алиф Велиджанов рассказывает, даже обычный черный чай приобретает изысканные нотки, если в него добавить немного душистых трав. Чай с ним берем, чай с гвоздикой, с барбарисом, черный чай, с мятой. Когда мяты добавляют, успокаивают мяту. А если барбарисы, они барбарисы для вкуса, кисловато бывает чай чуть-чуть. Тем временем раджабовы собираются на дружные семейные чаепития за одним столом. По традиции сначала чай подают взрослым, затем детям. Такие посиделки в этом доме не редкость. Они часто собирают родственников вместе. Мы собираемся, когда бывают праздники, день рождения. Когда? Ну, просто в гости тоже не заходим. Когда бывает время, мы едем в село. Иногда рядом у нас есть бабушка, которая рядом живет. К ней тоже ходим, да, в гости? Можем собраться и без повода, когда хотим увидеть друг друга, пообщаться. В принципе, повод не нужен. Вот сегодня к нам в гости пришли мои мамочки. И вот прекрасный повод посидеть, пообщаться, поговорить. И попить вкусного чая. Черный, зеленый, красный и не только. Чай может быть любым. Главное достоинство этого напитка в том, что он согревает не только тело, но и дарит душевное тепло. Ведь так приятно вести беседу за чашкой вкусного чая. Любава Маслова, Саид Кутиев, Юсуп Газиамаров и Камила Раджабова. Время новостей.